Здравствуйте! С Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. Торговая марка LaCrosse давно зарекомендовала себя на рынке метеорологической техники как производитель качественного и функционального оборудования. Станциями LaCrosse легендарной серии WS3600 пользуются многие профессиональные организации и серьезные любители метеорологических наблюдений. Но сегодня героиней нашего обзора будет не она, а ее, так сказать, младшая сестра – станция WS2355. Она, как и знаменитая старшая модель, имеет ряд отличительных качеств, с которыми мы сегодня и познакомимся. Станция поставляется в большой, прочной, красочно оформленной коробке-чемоданчике синего цвета размером 315х260х225 мм. Общий вес поставки около двух килограммов. Все детали аккуратно запакованы и удачно размещены внутри коробки. Первое, что бросается в глаза – это богатая комплектация подставки. Кроме традиционного для метеостанции такого уровня комплекта, состоящего из базовой станции, термогидродатчика, ветрового датчика и датчика осадков, внутри коробки обнаружилось еще очень много дополнительных деталей и аксессуаров. Не стану утомлять вас подробным перечислением всего этого богатства. Скажу лишь, что в комплекте предусмотрены все мелочи, необходимые для монтажа станции и ее дальнейшей работы. Все оборудование станции весьма компактно. Базовый блок, например, имеет размер 170х149х32 мм. Он может быть как расположен на горизонтальной поверхности, так и закреплен на стене. Сзади корпуса станции расположен отсек батареек, а слева разъемы внешнего блока питания, подсоединение кабеля датчика и кабеля подключения к компьютеру. Корпус станции из серебристого пластика с декоративными деревянными панелями, светло-золотистого оттенка, расположенными по бокам. Станция прекрасно вписывается в интерьер и выглядит органично. Питание базового блока станции осуществляется от трех батареек AA либо с помощью сетевого адаптера, входящего в комплект. На передней панели станции расположен вертикальный жидкокристаллический дисплей с диагональю 5 дюймов. Он снабжен мягкой ночной подсветкой зеленого цвета, который обеспечивается четырьмя светодиодами, расположенными по бокам экрана. Под ними расположены три большие кнопки управления и закрытый крышечкой отсек с пятью вспомогательными кнопками. Об их назначении и об особенностях отображения данных на дисплее мы поговорим несколько позже, а сейчас пора подробнее ознакомиться с комплектом внешних датчиков и спецификой его монтажа. Светло-серый пластик, из которого выполнены корпуса датчиков высокого качества и имеет хороший внешний вид. Начнем с датчика температуры и влажности. О нем стоит сказать особо. Кроме своего основного назначения, он является еще и портом подключения двух других датчиков, причем от него подается питание на них. Также он оснащен модулем радиоканала, который обеспечивает передачу данных на базовую станцию со всех трех датчиков при беспроводном соединении. Частота работы датчика 433 МГц, при этом расстояние между ним и станцией может доходить до 100 метров. Для его питания используются две батарейки AA. Возможно соединение этого датчика и базовой станции с помощью 10-метрового кабеля, входящего в комплект. Это может быть полезно с точки зрения уменьшения интервала передачи данных на базовую станцию с 32 секунд до 8. Кроме того, при использовании сетевого адаптера питание станции и датчиков будет осуществляться от сети. Впрочем, при этом не стоит забывать о батарейках, размещенных в базовом блоке. Они будут выполнять функцию обеспечения резервного питания в случае отключения электричества. Защитный пластиковый кожух, входящий в комплект, предотвращает перегрев датчика и попадание атмосферных осадков на его корпус и разъемы. Да поговорим и о других датчиках. Датчик ветра, состоящий из флюгера и анемометра, имеет на корпусе маркировку с указанием сторон света, в соответствии с которой его необходимо установить. У него есть площадка крепления к мачте. Кроме этого, предусмотрен вариант размещения его на горизонтальной поверхности, для чего в комплекте имеется специальный угловой элемент. Датчик осадков выполнен в виде воронки, должен быть расположен на ровной поверхности. Для обеспечения точности выравнивания следует использовать уровень. Обратите внимание, что платформа датчика не должна плотно соприкасаться с поверхностью, на которой он установлен. Это необходимо для свободного удаления осадков из датчика. Следует отметить, что данный датчик может измерять только количество жидких осадков. Он не измеряет количество осадков, выпавших в виде снега. Подключение датчиков к термогидродатчику производится с помощью двух десятиметровых кабелей, входящих в комплект поставки. Интересно еще и то, что кабели, соединяющие датчики и разъемы на них, телефонные. Поэтому в случае необходимости их длина может быть увеличена практически вдвое с помощью телефонного удлинителя. Пришла пора поговорить детальнее о базовом блоке станции. Как я уже говорил, кнопки управления расположены двумя группами. В первую входят три кнопки, которые определяют, какие именно данные о погоде будут отображаться на экране. Во второй группе находятся пять кнопок, используемых для настройки вида и формата представления данных, а также для отображения максимальных и минимальных значений. Экран станции визуально разделен на три секции. В верхней секции расположены данные о текущем времени, дне недели и дате, пиктограмма автоматической синхронизации времени с эталоном, пиктограмма прогноза погоды со стрелками тенденции погоды, а также данные об атмосферном давлении. Средняя секция отображает температуру и влажность снаружи и внутри помещения, температуру выпадения росы, температуру охлаждения ветром, количество осадков и уровень сигнала передатчика. Нижняя секция показывает направление и скорость ветра. Отображение информации достаточно наглядное. Цифры и пиктограммы легко считываются, контрастность экрана хорошая. Для получения данных об относительном и абсолютном давлении используется кнопка Pressure. Для последовательного отображения данных в средней секции экрана используется кнопка Display. Для отображения данных о ветре используется кнопка Wind. Как видите, все просто и логично. Станция имеет очень большое количество настроек, что неудивительно, учитывая обширные возможности. К счастью, инструкция на станцию достаточно подробная и это сильно помогает в ее освоении. Для того, чтобы станция работала успешно, нужно выставить изначально некоторые параметры. Во-первых, нужно правильно указать местное относительное атмосферное давление. Во-вторых, для повышения точности прогнозирования погодных условий следует опытным путем установить значение степени чувствительности станции к изменению погоды. Правильно настроенная станция обеспечивает степень достоверности прогноза на уровне до 80%. Как и большинство современных станций, прибор имеет модуль удаленной синхронизации с часовым эталоном, точность которого составляет 1 секунда на миллион лет. Передача эталонного сигнала происходит из предместья Майнфлинген, что в 30 км от Франкфурта . Станция также имеет функцию будильника, что в сочетании синхронизации и времени дает вам практически стопроцентную гарантию, что вас разбудят вовремя. Мой рассказ об этой метеостанции не был бы полным, и расскажи я о подключении станции к компьютеру и программном обеспечении, входящем в комплект поставки. Станция подключается к персональному компьютеру с помощью КОМ-кабеля. Но так как в последнее время КОМ-порт в компьютерах стал редким явлением, в комплект поставки включен кабель-переходник на USB-порт и компакт-диск с драйвером к нему. В комплект программного обеспечения Heavy Weather входят три программы – Heavy Weather PC, Software, Weather Review, Heavy Weather Publisher. Первая программа позволяет отслеживать данные о текущих погодных условиях на дисплее компьютера, настраивать параметры работы метеостанции и выгружать данные о погодных наблюдениях из памяти станции. Станция хранит 175 наборов данных с привязкой к дате и времени их регистрации. Рекомендованный интервал фиксации данных – 1 час. Таким образом, для получения полных статистических данных о погодных условиях, выгрузку информации на ПК нужно осуществлять еженедельно. Время выгрузки составляет несколько минут. Данные выгружаются небольшими порциями по 10 отчетов. Эта программа также обеспечивает выгрузку данных в текстовом формате CSV для дальнейшей их обработки в стороннем программном обеспечении, например, Microsoft Excel. Вторая программа, входящая в комплект, отвечает за визуализацию данных, полученных за время наблюдений. Ну и наконец, самая интересная, на мой взгляд, третья программа, с ее помощью можно организовать трансляцию в интернет текущих данных со станции. Интерфейс программы достаточно прост. В поставку сразу включены три шаблона представления данных, которые при желании можно легко отредактировать. Публикация осуществляется путем генерации по заданному шаблону графического файла, который размещается, например, на вашем сайте. Передача и обновление этого файла, картинки, происходит посредством FTP соединения. Также возможна отсылка регулярных сообщений с этими изображениями на указанной вами e-mail. Станция WS2355 – недорогая и надежная станция, с богатой комплектацией и возможностью подключения к компьютеру. При этом в состав ее поставки входит удобный пакет программного обеспечения. Несомненным плюсом можно считать возможность проводного соединения станции и датчиков. Это повышает степень надежности работы комплекса, особенно в условиях низких температур. Учитывая возможность обработки и накопления метеорологических данных, станция может быть особенно интересна всем, чья работа и жизнь так или иначе тесно связаны с погодными условиями. Кроме того, она может входить в состав оборудования «Умный дом». Пожалуй, единственным небольшим недостатком станции можно назвать не вполне удачную точечную подсветку экрана. В целом же это очень продуманный и точный метеорологический прибор, обладающий высокой степенью достоверности прогнозирования погоды. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова